Дорогие друзья, с вами Прибалтийская дача. И сегодня у нас с вами разговор пойдет о сладком перце. Сладкий перец фирмы Седек, звезда Востока гигантская. Их несколько серий. Есть звезда гигантская красная. У нас сегодня чисто с вами вот такой сладкий перец. Звезда Востока гигантская. Это удивительный перец. В чем его удивительность, хочу вам сказать. Ну, во-первых, в том, что вот эти плоды, они не мельчают. И у нас, конечно, когда начинаем покупать семена, всегда возникает вопрос. Какие выбрать, чтобы остаться с хорошим урожаем, чтобы эти перцы нас не подвели. И я вот уже несколько лет сажаю вот эти вот удивительные перцы. Вот этот, только вот с куста вот собранные. Вот хочу вам сказать, что вы не пожалеете, если приобретете их. И сразу хочу сказать, поделок много. Я покупаю на сайте у этого производителя. Мало того, что они занимаются селекцией, это их не все перцы. И поэтому не было ни разу, чтобы они меня не подвели. Вот, давайте поговорим и взвесим. Значит, вот возьмем, ну, даже давайте посмотрим, как на картинке. По сути дела, вот видите. Хочу сказать, сегодня еще 1 октября. 1 октября. И, по сути дела, у меня, как я говорю, теплица неотапливаема. Из рама нынче перцы посажены. Уже такие, есть не морозные, но уже холодные ночи. Вот у нас зона рискованной земледелии. Это Прибалтика. Поэтому здесь тоже не понять. Дожди, холод, тепло. И, конечно, вот хотелось бы тоже, чтобы эти перцы у нас, вот которые я сажаю, конечно, тоже росли и радовали меня. И вот один из этих, как я уже сказала, звезда Востока гигантская. Вот. Ну, что можно сказать, прежде всего. Это среднеспелый сорт, 120-130 дней. Сажать надо обязательно в конце февраля, в начале марта. Но смотрите по своим зонам. Кто, у кого начинается лето раньше, у нас не раньше, ну, июня, даже в июне бывают заморозки. Но, тем не менее. Вот. Что можно еще сказать? Ну, гибрид, конечно, для выращивания в открытом можно, в грунте. И в защищенном грунте. У меня тоже соседи сажают в открытом грунте, но с укровным материалом. Растение высотой 78 сантиметров, открытого типа, с крупными листьями, формирует одновременно 7-10 плодов. И вы представляете, сколько вот, какие плоды и сколько, конечно, вес, но это приблизительно где-то будет 9-10 килограмм у вас одного куста. Можно сказать, посадил даже 8 штук. И если маленькая семья, это будет предостаточно. Вот. Как я сказала, 8-10 плодов формируют. Во-первых, эти плоды, но это уже в конце осени, когда уже последний там цветут, даже не знаю, завяжутся, они там не завяжутся. Но одновременно, хочу сказать, когда одновременно завязываются плоды, они в принципе одного веса. что это тоже немаловажно, то есть не мельчает плод. Значит, что можно еще сказать? Плоды кубовидно-призмовидные. В технической спелости, ну, естественно, темно-зеленые, в биологически ярко-красные, длиной на 18-20 сантиметров доходят. Ну, так оно и есть. Вот. И нас, конечно, интересует масса. Масса заявлена 340 грамм. Ну, давайте сейчас мы с вами посмотрим. Сейчас я сниму, включу. Так сколько этот плод? 332 грамма. Давайте вот этот свесим. Вот. Этот уже 409. Вот. Я хочу сказать, здесь вот их у меня несколько, 4 штуки уже сняла. Здесь 318. Ну, давайте для... Еще вот посмотрим еще один. Тоже 385 грамм. Ну, это, конечно, впечатляет, хочу вам сказать. Сейчас на весы положим, конечно, самый крупный, тяжелый. Вот 409 грамм. Они, плоды все сочные, мясистые. Стенки 0,9-1 сантиметр. Ну, то есть в среднем 1 сантиметр. Значит, ценность гибридов, потому что редко, когда найдешь, во-первых, стрессоустойчивость. Нам бы такую стрессоустойчивость. Ну, это имеется в виду, это стрессоустойчивость к природе. Ну, то есть к перепадкам наших дневных и ночных температур. И поэтому перец, как, в принципе-то, теплолюбивое растение, и ночью должно быть тепло. Но не всегда это бывает в наших регионах. Поэтому я хочу сказать, что стрессоустойчивость, это, конечно, немаловажный фактор. Так, какие еще у него? Он очень транспортабельный, пригодный к хранению. Во-первых, хочу сказать, что если кто занимается какими-нибудь продажами, я не говорю про фермеров, мы дачники. Ну, вы можете для себя подзаработать. Вы знаете, это идеальный вариант, когда сажать и получать. Потому что перец, я не знаю, в каких регионах, но у нас октябрь месяц. Помидоры 200 рублей в магазинах, 189, ладно, округлю. И перец тоже 160-180 рублей за килограмм. Но там его есть нельзя. Естественно, что они собраны в основном все зеленые. И сладости никакой нет. Так что, друзья, покупаем семена. Даже немножко вот так вот вам, если кто, может быть, увидит, почитает. И хочу вам сказать, что когда вы приобретете эти семена, как я уже говорю, что я уже сажаю их довольно долго, и всегда они радуют хорошим урожаем. Так что, вот с вами была Прибалтийская дача, которую порекомендовала вам вот перец сладкий, гибрид, конечно, звезда Востока гигантская. Так что покупаем. Покупаем. Во-первых, хочу сказать, можете фаршировать, можете на зиму. Консервация шикарная. Лечо. Какие-то закуски на зиму. Но это просто, хочу вам сказать, вкуснятина, пальчики оближешь. Так что, с вами была Прибалтийская дача. Всегда рада видеть вас на своем канале, друзья. И всегда рекомендую то, что я выращиваю. До новых встреч.